И о чудо! Казалось, что невозможно и возможно. Через месяц все финансирование министерства стало ежедневно публиковаться на сайте. То есть мы нашли бухгалтера, который помог внедрить систему. И почти бесплатно это было, потому что в стране нет денег, мы не можем инноваций. Но бухгалтер на добровольных началах консультировал, экономист на добровольных началах с точки зрения активизма консультировал. И Т-шилки, ИТ-спешиоисты этого министерства с удовольствием в нерабочем времени налаживали электронную систему и все заработало. Это было не так, что это не так. После чего активисты в других сферах, например, те, которые захватили Министерство культуры или активисты-медики, стали лично говорить о том, что вот есть образец, что можно открыто полностью сделать финансирование министерств открытым. Давайте же в наших министерствах тоже будем публиковать все финансирование. Это очень важно, потому что в сфере образования меньше денег крутится, чем, например, в медицинской сфере. Ну и также можно пространить... Да, давайте я перейдем. И можно было бы работать над тем, чтобы внедрить вот такие хорошие вещи, как мы сделали в Министерстве культуры, в каких-то самых важных с экономической точки зрения министерствах, вроде там публированных ресурсов или транспорта, но тут началась война. Я говорю это громкое слово, хотя тогда еще войны как таковой, может, и не было, но в медиа, оно уже не было. И все стали, весь парламент, ну вообще все власти и все активисты Майдана стали очень заняты темой войны. И никто не хочет. Это сначала появление каких-то военных, безобразовательных знаков Крым. Там оккупация, не оккупация, а окружение украинских военных частей, потом референдум в Крыму, закрытие границы фактически, потом на востоке Украины появляется, вдруг очень резко, единомоментно появляется большое количество вооруженных протестующих, вооруженных автоматами, профессиональным армейским окружением. И уже там, да, ну вот такие события происходят и парламент якобы занят всякие. Война информационная еще там пару недель назад была гораздо страшнее фактической, потому что фактически гораздо меньше происходило, чем в медиа. В медиа там и с украинской, и с русской стороны русские называют всех украинцев там фашистами, террористами, а украинские медиа называют русских и всех, кто там на востоке Украины протестуют, тоже террористами и фашистами. И происходят какие-то очень преувеличенные факты про наночастицы отравляющего вещества, рассыпанные по территориям. То есть людей настраивают из той и с другой стороны на какие-то решительные боевые действия. Война информационная кризиска, во две недели, было гораздо тяжелее сложнее, чем сейчас. Действительно, в Киеве развиваются низовые инициативы. Я считаю, что какая-то революционная ситуация существовала, и революция произошла в том смысле, что вдруг в Украине родилось несколько тысяч активистов за несколько месяцев. И в Киеве в каждом районе теперь есть свое районное собрание или ассамблея, где жители собираются и в каждом министерстве есть группа активистов, которые влазят в дела этого министерства. И когда они находят что-то такое, что они считают несправедливостью, у них уже есть контакты, у них есть network, сеть медиа и дружественных активистов, с помощью которых они могут обратить внимание и на дружественные министерства, чтобы те меняли свою организацию. Я считаю, что в Киев есть много организаций, которые сейчас из-за очень маленьких начали. Это было, можно сказать, что в Киеве, в Киеве, потому что в киеве, в киеве, в киеве, в киеве, в киеве, в киеве, где активисты были активированы. И в Киеве активисты в Киеве активисты. Их какие-то активисты, они могут Gulбаслии в sinonностях съемки, которые ходят в стеклянке, которые исследуются кладки, и в киеве активисты в каждом министерии, которые versuchen, окупространению и контролирующей, чтобы набрать от откровендующее министерию. Продолжение следует...